Здравствуйте! Это программа «Налоговый контроль» в студии Алия Арашева. И в сегодняшнем выпуске узнаем, что такое паспорт налогоплательщика, сколько участников лотереи дисквалифицированы и о том, будут ли розыгрыши в 2023 году. Исключительные усилия государственной налоговой службы привели к существенному улучшению собираемости доходов в 2022 году. Об этом говорится в заключительном заявлении Международного валютного фонда по завершении официального визита персонала МВФ в Кыргызскую республику. Перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможно благодаря работе по улучшению налогового администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, отмечено в заявлении валютного фонда. Государственная налоговая служба за 2022 год собрала более 200 миллиардов. Если точнее 201 миллиардов, это в порядке уже на сегодняшний день 160 миллиардов по налогам и 39 миллиардов по социальному страхованию. Если это сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году эта сумма по налогам составляла 105 миллиардов и 39 миллиардов по страховым взносам. То есть мы собрали более чем на 50 миллиардов, больше чем в прошлом году. Естественно, эта сумма была собрана за счет администрирования, за счет фискализации. На сегодняшний день государственная налоговая служба продвигается в части фискализации быстрыми большими шагами. И на сегодняшний день можно сказать, что практически по фискализации мы охватили каждый субъект. Государственная налоговая служба внедрила и запустила аналитическую систему автоматизированная система контроля НДС в целях совершенствования администрирования налога на добавленную стоимость. АСК НДС представляет собой аналитическую платформу и инструменты, обрабатывающие фискальные данные в автоматическом режиме. Использование АСК НДС делает оперативным и эффективным поиск несоответствия между операциями налогоплательщиков. Благодаря внедрению системы налоговая служба уже выявила несоответствие в отчетных данных НДС. На сумму 277 миллионов сомов из них в бюджет страны поступило более 40 миллионов сомов. На итоговом заседании Кабинета министров председатель Кабмина Ахлбек Джапаров отметил, что в последние 10 лет за год налоговая служба собирала около 70 миллиардов сомов. В этом году до Нового года ГНС соберет до 150 миллиардов сомов. Глава Кабмина выразил уверенность, что ведомство справится с планом. Сам я работал в налоговой службе. Занимал должность от инспектора до начальника управления. Сейчас у налоговиков появился позитивный боевой дух. Раньше, если налоговики находили нарушителей, то правоохранительные органы закрывали дело. Сейчас они совместно заставляют платить налоги и увеличивают объем бюджета. На сегодняшний день 13 880 предпринимателей зарегистрированы в информационной системе налоговой службы и применяют электронную товаротранспортную нагладную. Через систему ЭТТН выписано 424 367 электронных документов. Количество активных складов – 17 413. Напомним, с 1 января, то есть с этого воскресенья, ЭТТН должны применять субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров. Информационная система представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту. Налоговая служба в рамках реализации проекта «Электронная карта дислокации субъектов предпринимательства» запустила второй этап – паспорт налогоплательщика. Он представляет собой информационную карту субъекта предпринимательства, которая не является налоговой тайной и содержится в QR-коде. Паспорт размещается сотрудниками территориальных налоговых органов на каждом торговом объекте в доступном для всеобщего обозрения месте, например, у входа в витрины или кассы. Сканируя QR-код, размещенный в паспорте, с помощью смартфона можно получить информацию о реквизитах налогоплательщика, ИНН, наличие контрольно-кассовой машины, контактные данные ответственного налогового инспектора. Данный паспорт позволит улучшить налогоадминистрирование, также аналитическую работу и выявить недобосовестных злостных налогоплательщиков, которые осчитывают экономическую деятельность без регистрации налоговых органов и уплаты налогов. На данный момент на каждом торговом объекте по территории Крыгызской республики размешаны около 20 тысяч паспортов налогоплательщиков. Я предупредил, что эта сумма увеличивается с каждым днем, с каждой минутой. Наша цель – это как можно быстрее завершить эту работу. За нарушение условий лотереи требует чек «Выиграй приз». 369 участников не будут допущены к третьему розыгрышу лотереи. Все накопленные ими ID номера будут аннулированы. Решение принято межведомственной наблюдательной комиссии по итогам проверки отсканированных кассовых чеков. Согласно подпункту 7.2 условий лотереи, участником может быть гражданин Крыгызской республики, достигший 18-летнего возраста, за исключением работников организатора и оператора лотереи. В соответствии с законом о защите прав потребителей, потребителем является гражданин, имеющий намерение оказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли. В случае, если система лотереи выберет ID номер заблокированного участника, то согласно подпункту 12.3 условий лотереи, участник, как не отвечающий требованиям условий, утрачивает право на получение приза. Между тем свыше 170 тысяч человек испытают удачу в лотерее налоговой службы требуя чек «Выиграй приз». накоплено почти 18 миллионов билетов. Имена победителей станут известны на финальном этапе розыгрыша, который состоится в канун Нового года, 30 декабря. В этом году особо удачливым кыргызстанцам обеспечены новогодние подарки. У финального розыгрыша требуя чек «Выиграй приз» увеличился призовой фонд. Налоговая служба совместно с бизнес-партнерами разыграет 12 айфонов, 11 смартфонов Samsung, 6 микроволновых печей, 5 стиральных машин и столько же холодильников, телевизоров и пылесосов. Суперприз – однокомнатная квартира в Бишкеке и два электромобиля. Кабинет министров был выделен в порядке 60 миллионов на призовой фонд, но из этого ни копейки не было потрачено. Данная лотерея дала уже свои плоды. Вы видите, что мы в этом году собираем рекордную сумму. Здесь отчасти есть заслуга данной лотереи. В охоте за призами участвуют более 170 тысяч человек. Накоплено почти 18 миллионов лотерейных билетов на сумму свыше 18 миллиардов сомов. Имена победителей станут известны 30 декабря. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на социальных страницах налоговой службы. Чтобы стать участником лотереи, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении салок-чек и сканировать QR-коды на кассовых чеках от каждой покупки товаров или услуг. На каждую тысячу сомов выдается один билет. Каждый из них увеличивает шанс на победу. Я выиграл телевизор. У меня было 88 билетов. Я собирал по большей части сам. И знаете, я просто сканировал чеки не просто как выиграть что-то в лотереи, а чувствовал какой-то вклад, что я вношу, и чтобы наше государство процветало в прозрачном темпе. Выиграла смартфон Samsung Galaxy A52. Охота на чеки была буквально, в буквальном смысле слова, на каждый чек охотишься. В каждом магазине даже на обед выходим в столовую, сразу чек, пожалуйста, фискально выдайте и так далее. Ну, реально, это была усердная работа. Ну, вообще, очень приятно то, что ты не зря собираешь эти чеки. Вообще, эта программа дает доверие, что она прозрачная, то, что люди приезжают сюда с разных регионов, это уже говорит о многом. Во время предыдущих розыгрышей не было ни одного случая, когда один и тот же человек дважды или трижды выигрывал приз. Налоговая служба тщательно изучает победителей и в случае нарушений правил даже аннулировала результаты. Перед финальной лотереей проверку ужесточили. По итогам контрольных мероприятий, в случае, если устанавливались факты, что участник систематически сканировал чеки на очень большие суммы, либо сканировал чек на большие суммы, потом отменял этот чек, то этот участник у нас был уже дисквалифицирован. И все им накопленные ID-билеты тоже, соответственно, были аннулированы. На сегодняшний день это порядка уже 400 человек. Первая в истории Кыргызстана стимулирующая лотерея налоговой службы продолжится и в следующем году ГНС планирует увеличить призовой фонд до 10 автомобилей.